Итак, снимаем крышку. Для этого мы уже знаем, нажимаем курок, уводим вниз переключатель, поворачиваем за опор на бок и снимаем ее. Вот у нас фильтр. Под ним находится карбюратор. Снимаем. У штиля он снимается ключиком на 8, торцовым, ну или можно отверточкой. Ваша задача на 8, чтобы там был ключ. На двух болтиках держится. Вот, сняли. Вот одна гаечка, вот он наш сам фильтр. Вторая у меня упала, мы ее сейчас достанем. Вот у нас вторая гаечка. Старайтесь, конечно, чтобы ничего не ронять, лучше какую-нибудь коробочку положить и туда складывать. Дальше. Максимально постараюсь как бы поближе все показывать, чтобы вы видели, как чего снимать. Вот. У нас есть боковая вот эта вот, видите, тяга. Для чего она вообще служит у нас, эта боковая тяга? Когда вы, вот, к примеру, пила вот так вот у нас, это холостой ход, полностью вот она сейчас, так сказать, в рабочем состоянии, в первом положении. Когда вы выходите заводить ее с утра, вы что делаете? Вы опускаете рычаг вниз. Вы теперь следите вот за этой тягой. Мы опускаем рычаг вниз, и наша тяга закрывает вот эту вот заслонку. Что происходит в этот момент? Заслонка закрыта, а вторая заслонка, которая у нас там находится внутри, она приоткрывается за счет вот этой тяги. Вот она, вот эта тяга у нас, она попала вот на эту выпуклость такую. И она приоткрылась. А эта закрылась полностью. Соответственно, в этот момент у нас происходит обогащение. Воздуха поступает мало. Тут только маленькая дырочка через нее поступает. Пила накачивает в себе больше бензина в этот момент. Так вот. Чтобы снять карбюратор, нам надо снять, соответственно, эту тягу. Вот. Снимается она следующим образом. Берете ее, не надо ничего гнуть. Если вы неправильно согнете, вы потом не сделаете, как завод делал. Вот. Просто на себя приподнимаете ее. Берете пассатижи. И вот так вот. Надавливаете. Сейчас, секундочку. Раз. И она у вас ушла. И ничего не обогнулось. То есть, вы поднимаете. Здесь просто, видите, уже все разбито. Пила старая. Поэтому так неудобно. Вот. Вы поднимаете. И вот сюда ее просто вытаскиваете. Не надо, когда внизу пытаться. А вы ее не вытащите. Только подняв, вы ее вытащите сюда легко. Дальше. Вторая тяга. Вторая тяга. Вторая тяга у нас осуществляет потом именно работу. Когда вы газуете, она, видите, у нас заслонку открывает. Раз. До конца прям. Вот. Ее тоже надо снять. Вот. Чтобы ее снять, мы газ выжимаем на всю. И отпускаем курок. За этот вот, за тягу за эту берем. И чуть-чуть ее уводим вбок. И все. Видите, она у нас освободилась. Не надо ни каких-то сильных там делать движений, чтобы что-то согнуть или сломать. Все делается аккуратно. И если вы делаете, приходится усилие какое-то прилагать, значит вы что-то делаете неправильно. Посмотрите, как оно здесь лежит. И вам легко будет это все сделать. Дальше. Нам надо снять вот этот вот. Вот этот вот наш непосредственный рычаг, который мы глушим пилу или включаем. Вот. Не тяните его ни в какие стороны. Здесь стоит маленький зацепчик. Вот он, белый. Если вы потянете не туда, куда положено, вы его просто отломите. И потом не на что будет вам ее посадить на место. Понятно? Вот этот наш весь рычаг снимается только вверх. Берем отвертку и вверх его поддеваем. Все, видите? А потом уже выводим его на себя. Вот он у вас снялся. Таким образом, мы добрались до карбюратора. Но карбюратор еще держится у нас на шланге. Шланг. Если пила работала ваша некоторое время и потом заглохла, то вы когда снимете шланг, со шлангом может пойти бензин. Он, в принципе, и должен пойти. Потому что в бачке он уже под давлением. Я обычно шланг этот затыкаю. Затыкаю чем-нибудь таким. Из моего наборчика. Беру какую-нибудь головочку, насадочку. И все. Вы его снимаете с этих болтиков. Вот он, карбюратор. И снимаем шланг. Не, у нас не идет. Ну, она давно уже не заводилась пила. Поэтому мы все равно заглушим, чтобы не натекло нам здесь бензин. Вот. В принципе, карбюратор наш снят. Но это еще не вся топливная, так сказать, топливно-проводная система. У нас даже дальше здесь есть теплоизолятор. Это вот такая вот резиновая или пластиковая, может быть, ну, у Штеля резиновая трубка, которая соединяет нам карбюратор и цилиндр. Вот. Необходимо посмотреть ее изнутри, хотя бы посмотреть, чтобы она была целая. Если на ней есть трещины какие-то или порывы, все, теплоизолятор под замену. Но у Штеля он очень хороший, долговечный. Я редко встречаю, чтобы они были побиты. В основном, сами, когда лезут, отвертками протыкают. Лучше ничего туда не суть. Итак, давайте рассмотрим карбюратор. Вот он, наш карбюратор. Он нерегулируемый. То есть наши регулировочные винтики, которые вот здесь должны были быть, их специально сняли или отпилили с завода, чтобы мы с вами, простые, так сказать, люди, не лазили и не расстраивали карбюратор. С одной стороны, это, конечно, хорошо, но с другой стороны, когда карбюратор уже поработал определенное время, он требует, так сказать, дорегулировки. Потому что все равно там со временем внутренняя вся часть карбюратора изменяется. И требуется дорегулировать, а регулировать нет. Ну, с другой стороны, хватает надолго. Поэтому, в принципе, может это и не является недостатком. Здесь единственный у нас вот этот вот болтик, этот винт, он у нас регулирует подачу холостого хода. То есть, пила будет на холостом ходу без нажатия курка, либо быстро у вас, либо медленно, вы берете, ну, или глохнет, вы берете этим винтиком, регулируете. Либо вы крутите его, он быстрее начинает крутиться, либо вы выкручиваете, она начинает медленно работать, как положено. Дальше, давайте мы его разберем, посмотрим, что у нас внутри. И, потому что столкнулся я с тем, что люди, вот, по-хорошему, даже не могут правильно разобрать. Чтобы разобрать, я не говорю уже даже собрать, не могут правильно разобрать. Чтобы разобрать, надо хотя бы запоминать те моменты, что вы делаете. Потому что доходит до абсурда, приносит такой инструмент, что аж плакать хочется. И при этом, говорит, я туда не лазил. А инструмент в таком виде, как он принес, работать в принципе не мог. Снимаем верхнюю крышку. Здесь мы видим мембрану. Эта мембрана у нас будет во время работы карбюратора постоянно подкачивать, давать нам топливо. Непосредственно уже в эту горловину посылать его. Мы легко ее можем снять. Вы не старайтесь снять нижнюю вот эту часть. Вы можете порвать, если она где-то при сохлах крепко, вы можете порвать. Верхняя часть вот эта, она клеенка, она прочная. Прямо берете и аккуратненько ее тянете. Вот она, видите, мембранка. Она имеет вот такое вот металлическое колесико. Это колесико всегда ставится внутрь. Никогда не ставится она вот так. Это очень большая ошибка. Пила в таком виде работать не будет. С этим разобрались. Дальше. Что у нас внутри? А внутри у нас жиклеры. Это вот он один и вот он второй. Ни в коем случае не суем в них никакие тонкие от тросиков или просто иголки. Никогда этого не делаем. Вы после такого вашего вмешательства будете менять карбюратор весь. Карбюраторы так не ремонтируются. Что может случиться? Помимо этих жиклеров. Может под иглу что-нибудь попасть. Ну там достаточно мелко-мелко. Такое, казалось бы, столько фильтров и всего. Но все равно бывает. Что-нибудь попадет, наша с вами игла приподнимется и не сможет опуститься. Соответственно, карбюратор будет заливать. Заливать будет жутко. Пила даже не будет заводиться. Будет литься бензин. Литься будет бензин аж с фильтром. Если перекачать, аж с глушителя потечет. Это вот как раз проблема в том, что игла ваша запала. Вы ее, вот так как я, снимаете верхнюю крышку, разбираете. Откручиваете саму иглу. Просто бывает очень часто, что иглы... Старайтесь работать очень чистыми инструментами. Но в принципе этот карбюратор все равно будем менять. Вот. О, пошел. А бывает очень часто, что плохо идет. Лучше тогда не пытайтесь, ничего там не сворачивайте. Кидайте в ванну в чистую с бензином. И моете, 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 моете. Болтик. Просто я вам хочу показать. Вот она пружинка. И в календарик. Давайте мы на календарике посмотрим. Не знаю, будет видно. Не будет видно ничего, да? Значит, будем так смотреть. Вот. Болтик, пружинка. Наша держатель иглы. И непосредственно игла. Вот она. Если у кого есть компрессор, вот эту вот всю часть можно дуть. Дуть компрессором. Прямо, что есть в воздух. Прямо сколько есть. Дуйте, смело ничего не нарушите. Вот. Обычно разбирать надо, конечно, сразу и здесь. То есть вторую крышу нашу. Мы ее тоже разбираем. Вот. Что мы видим у нас здесь? Здесь у нас стоит сеточка. Для тонкой очистки. Вот она. То есть это очистка уже бензина. Даже после того, как он прошел у вас через фильтр, который в баке. В первую очередь он проходит через эту сеточку. Вот. Многие спрашивают. А бензонасос? Где в пиле бензонасос? И есть ли он вообще? Конечно, есть. Иначе бы как бы работала пила без бензонасоса. Ну, просто все здесь сделано не как в автомобиле. Все более мелкое. Такое простое. И, соответственно, как бы другое. Совсем другое. Здесь бензонасосом служит нам с вами вот такая вот мембраночка. Эта мембрана лежит у нас вот здесь. Вот здесь лежит она у нас. Прикрытая вот этой крышкой лежит она. Вот так прикрывается она. Крышкой прикрыт. А вот через эту вот дырочку, вот она, маленькая дырочка с этой стороны, вот здесь можно увидеть в пиле снизу, вот она у нас, теплоизолятор. И вот здесь тоже будет дырочка такая тонкая. Вот. Через эту дырочку у нас будет воздух ходить. Туда-сюда, 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 туда-сюда. Воздух. Как с каждым оборотом поршня, у нас будет и воздух ходить. Вот так вибрировать будет. И вот и будет получаться, что вот эта мембранка, вот она, она тоже будет вибрировать. Будет вибрировать и, соответственно, подавать сигналы через трубку, воздух туда. А воздух будет проходить в бак, а из бака, соответственно, будет в бензин поступать, потому что в воздухе будет подниматься таким образом давление. Вот. Это и есть вот он бензоносос. Вот он. Это вот эта вот простая мембранка. И вот такая вот дырочка, через которую осуществляется ее колебание этой мембранки. Дальше мы собираем. Здесь, соответственно, посмотрели. Очень часто, кстати, на многих пилах, особенно когда хотя бы раз мастера местные заводят без фильтра, вот это вот все место, где находится фильтр, сетка тонкой очистки, все забивается мусором. бензин проходит плохо, пила не работает. Мусор тут вычищаем, дуем компрессором, или же в ванне вымываем. Вот. Вложим на место сеточку, в эту мембранку, и крышкой закрываем. Закрываем крышечку. Я, конечно, может быть, немножко дотошно к этому всему подхожу, стараюсь все разжевать, чтобы вам было более-менее понятно, чтобы вы сами, в домашних условиях, когда разобрали карбюратор, не столкнулись с таким, что вы не можете ее собрать. Чтобы вы понимали, что вы делаете, и как бы знали, что к чему приведет, какие будут действия, какие ваши, и какие, соответственно, они повлекут последствия. Так. Теперь нам надо поставить иглу. Игла на конце, на конце на своем, имеет такое резиновое, как бы, напыление. Ни в коем случае его не снимайте, не стачивайте ничем, ничего. Просто помыли ее в ванночке и туда. Кидаем в первую очередь иголочку. Вот. Засунул я иглу, видите? Теперь берем специальный держатель нашей иглы, собираем и кладем пружинку вот сюда. Вот у нее здесь есть место. Вот мы положили. Теперь берем наш специальный иглодержатель и вот так вот туда поддеваем. Раз. И вот главное держать, потому что пружина может все это дело назад выкинуть, пока мы не прикрутим болт, в котором это все у нас соединялось, скреплялось. Ставим его и прикручиваем. Так что, видите, мастер, когда в мастерской говорит, мы вам разбирали, мыли карбюратор, вот он делал то же самое, что я вам сейчас, только это все быстро, потому что он не рассказывал. Он раз-раз все это дело помыл там и попробовал запустить. Я вам рассказываю, что к чему приводит и поэтому это все занимает долгое время. На самом деле, уже давно было все собрано и работало. Теперь смотрите, карбюратор не настраиваемый у штиля, но мы сами можем его подстроить в каких-то там случаях. Допустим, мы знаем и видим, что у нас заливает пилу. Как это можно определить? Когда вы нажимаете на курок газа, у меня только все собрано, карбюратор стоит, вы нажимаете на курок газа, а она у вас вроде работает, но не развивает оборотов. Топливная смесь идет богатая и бензин не успевает сгорать, оборотов не получится от такой смеси. Это понятно, что значит у нас богатая смесь, мы можем при помощи вот этой лапки, которая нам приподнимает иглу, мы можем смесь обеднить. Как это сделать? Лапку надо просто чуть-чуть согнуть вниз. То есть мы берем вот здесь зажимаем, я прям пальцем зажимаю, вы можете чем-нибудь отверточкой зажимать и лапку согинаем вниз вот сюда. Раз, раз, или наоборот отсюда держим, а сюда согинаем. Отсюда, раз. У нас лапка приопустилась, соответственно мембрана будет меньше нажимать, топливо будет поступать меньше и в карбюратор меньше, и карбюратор будет меньше выдавать ее в топливную смесь. и соответственно наша пила начнет повышать обороты. Тут главное, конечно, вот этот момент вам поймать. Если вы сильно пережмете, вы, соответственно, смесь сильно обедните, пила начнет визжать, то есть обороты будут очень большие, но не будет силы вообще в этих оборотах. Поэтому вот с этим, конечно, очень аккуратно. Это уже мы как бы как специалисты, конечно, делаем все это быстро и уже как бы наловчились. Но в домашних условиях и вам в принципе вполне по силам это сделать. Разберете раза 3-4, только навык себе приобретете и все. И в итоге все равно вы добьетесь того, что заработает. Дальше одеваем мембрану назад и закрываем крышкой. Вот этой вот. Крышка, кстати, видите, имеет с одной стороны трубку, а с другой эту трубку она не имеет. Эта трубка должна смотреть от цилиндра. Потому что здесь у нас вот он будет фильтр. И в фильтре имеется вот это вот отверстие тоже вот под эту трубочку. Через нее будет воздух нам ходить. Вот так вот. Собираем. Закручиваем. Ничего. Главное не спешить. Аккуратненько ничего нигде не заминать. И все получится. Кто-то что-то все придумал, значит, можно это все переделать в домашних условиях. Да и инструмента по сути много не надо. Отвертка пассатижи свечной ключ и на 10 головочкой накидной ключ на 10. Все можно самому переделать и сделать. Вот. Сейчас я вам покажу, как его на место поставить. И на этом мы со штилем, с карбюратором закончим. Если вы его помыли, но не можете настроить, лапку двигаете туда-сюда, ничего не получается, значит, карбюратор просто уже свой ресурс выработал. И вам уже его не починить. Проще купить новый карбюратор. Штилевский вот такой, конечно, оригинальный вы не купите. Ну, вернее, купите, но очень дорого. Смыслов этой покупки я не верю. Можно купить аналог, в среднем в районе 1000-1200 рублей. Да, еще, какие могут быть еще поломочки? Кстати, со штилем довольно часто встречаются. Видите, здесь стоит автоматическое открывание заслонки второй, которая у нас дальше находится от цилиндра. Это у нас для запуска которая. Вот эта пружинка, она может лопнуть. Вот она, которая осуществляет автоматический возврат. Если это получится, у вас заслонка эта закроется, и соответственно пила тоже работать правильно не будет. У нее она будет оболтаться, и вы не сможете оборотов поймать, будет богатая смесь идти, перейти вы тоже не сможете. Разберите, посмотрите. Ага, ну это диагностирует легко, сразу видно. Поломка, поломка пружины. Ее даже покупать не надо, она обычно ломается где-нибудь вот здесь. Берем, просто ее вытягиваем, выравниваем и закидываем назад на эту вот специальный держатель. Видите, ну вот если мы ее снимем, например отсюда, у нас, видите, она получается не возвращается. Имитировали мы как будто она сломалась. Вот, чтобы ее вернуть, нам надо, соответственно, выпрямить это дело, крык, накрутить ее сюда, поставить. у нас опять все работает. То же самое и здесь с этой пружиной. Эта пружина ломается пореже, но все равно бывает. Точно так же берем, пассатижем ее чуть вытянули, разровняли, туда вот ее, вон она ее место, туда ее закинули и все, проверяем, работает, работает. У штилей вот здесь вот имеется такое еще пластиковое колечко. Ни в коем случае его не теряйте и не ломайте. Найти его потом будет тяжело. Аккуратненько, лучше вообще отсюда не вытаскивайте. Только когда меняете поршневую, придется его вытащить. Так что никогда его не доставайте оттуда, ни в коем случае. Пусть оно там будет, как будет. Теперь порядок сборки. То есть устанавливаем карбюратор наш на место. Для этого берем его, накидываем на болтики. Никаких прокладок здесь ничего не надо. Тут стоит уже резиновый теплоизолятор, он сам по себе уже герметично закрывает все, что там нужно. Снимаем нашу заглушку с этого провода стопленного и накидываем его шланчик этот на специальную трубку. Теперь нам надо что сделать? Нам надо поставить нашу рычаг управления. Берем его под скобу. Вот под это. Под эту вот скобу. И вставляем сперва в отверстие, а потом приподнимаем вот этот вот контакт и сюда его засовываем. Бывают такие вот мелочи, вроде и не поломка, а сразу вам скажу, что когда вы вверх глушите же вверх пилу, и она раз, у вас и выскакивает вся вот эта вот весь рычаг наверх, вот так, а пила не глушится. Что надо сделать? Надо взять просто обычными пассатижами вот этот вот контакт немного выпрямить. Он со временем здесь согнулся и упирается и не хочет как положено ему работать. Немножко выгните и все будет работать как полагается. Дальше устанавливаем второй контакт. Вот здесь он у нас должен стоять. Сюда мы его устанавливаем. Вот. Теперь устанавливаем малую скобу, которая будет нам вторую заслонку закрывать. вставляем ее сперва в рычаг управления, потом поднимаем, как я вам говорил, поднимаем рычаг карбюратора и вставляем ее туда. Видите, она легко вставляется. Дальше нам надо поставить основную вот эту скобу, которую мы будем газовать. Для этого мы нажимаем вот здесь вот, нажимаем на специальный здесь есть зацеп, который нам заслонку открывает, закрывает. Нажимаем и туда вот вставляем. Там будет все видно вам. Раз. И она у нас попала туда и начинает работать. Как положено. Вот. Что мы делаем дальше? Мы дальше делаем следующее. Берем наш топливный воздушный фильтр в корпус воздушного фильтра и установим его на место. Берем наши гаечки, закручиваем. вторую гаечку. Учителя очень хорошо, что нету никаких прокладок, ничего. Все уже заводом продумано и сделано. Вы просто берете, устанавливаете и назад все собираете. Дальше мы берем крышку, выпускаем наш рычаг вниз, набиваем крышку, фиксируем ее и все. Наша топлива готова к работе. Можно идти проверять, запускать и делать то, что мы собирались. То есть пилить трава.